Непогрежденный лицевой нерв, это уже интероперационная картинка. То, что раньше делали скальпелем, теперь через небольшой прокол. Операция длится не больше часа, стоит не дороже 90 тысяч рублей. О прорыве в челюстно-лицевой и нейрохирургии специалисты ДРКБ рассказывают Марселю Минулину. Исполняющий обязанности министра сходу замечает. Технология впечатляет, экономить на ней не стоит. Датчики одноразовые? Датчики одноразовые? Обрабатывайте иногда. Надо покупать, и не надо ее тысячи раз пользоваться. Все представленные ноу-хау разработки самих медиков и ученых. Здесь и технология пластики черепных пластин, уникальная методика сшивания мелких сосудов. В прошлом году такую операцию сделали 12-летнему татарстанцу с редкой патологией. В его легких образовались кровяные мешочки, которые в любую секунду могли взорваться. Врачи убрали их и сшили сосуды микроскопическими спиралями. Раньше такие операции делали только в Москве. Так как мы сейчас владеем данными методиками, поэтому ни один ребенок из нашей клиники, из республики никуда не уезжает. То есть операции решаются на месте. Высоких результатов здесь позволяют достигать не только уникальные методики, никуда и без технологичного оборудования. Например, помощь врачи учатся оказывать сначала на высокотехнологичных манекенах, которые позволяют работать, только зная все правила врачебной помощи и только следующий этап – живые люди, тем более дети. Доброе утро! Доброе утро! Как у вас дела? В декабре 12-летний Ваня из Челнов сломал ноги. Случай сложный. Поставить на ноги смогли в ДРКБ. Современное оборудование. Вот это тоже хотелось бы отметить, потому что, наверное, не в каждом регионе такого есть. Это именно при реабилитации очень сильно помогает. Мама считает, сыну повезло, что попал в отделение медицинской реабилитации. Почему, наверное, другие не могут? Потому что реанимационных пациентов все боятся. А я раньше была нейрохирургом, поэтому у меня страха перед реанимационными пациентами нет. Я понимаю, что хуже я этому пациенту не сделаю. Поэтому, когда 4 года назад я стала заведующей, мы начали активизировать данное направление и увидели, что результат очень хороший. Все эти прорывы стали возможны благодаря личному участию Марата Садыкова, говорят на заседании медсовета. В память о нем встречу начинают с минуты молчания. Главное от нового руководителя Винздрава – это реорганизация работы поликлиник. Пока многие пациенты обращаются в крупные больницы, хотя 60% их проблем можно было решить уже в учреждениях первичного звена. В ближайшее время организуем рабочую группу, эту тему нужно видоизменять. И, соответственно, работа поликлиники, конечно, требует определенных реформ. По словам главврача больницы, в прошлом году в ДРКБ вылечили почти 43 тысячи детей. Из них почти 3 тысячи в новом центре онкологии. Снизился и уровень смертности, изменилась структура госпитальной летальности. В 2022 году на первое место вышла летальность от заболеваний перинатального периода, которые занимали в 2021 году третье место. Второе место занимает летальность от врожденных пороков развития. Уникальные операции начали проводить в отделении трансплантации костного мозга. Маленькому пациенту успешно провели первый этап пересадки стволовых клеток. Теперь он готовится ко второму. Своей операции ждет и второй пациент, поступивший в клинику в январе. По словам Марселя Минулина, отделение может стать центром трансплантации, причем межрегиональным. На этом направлении, как раз таки, на мой взгляд, можно получить статус межрегионального центра, так как в близлежащих республиках и, по крайней мере, по всему Приворскому федеральному округу, пересадкой стволовых клеток никто не занимается. Еще одно перспективное направление – пересадка почек детям от родственников. Операции проводятся с помощью лапароскопии. В таком вмешательстве нуждаются минимум 15 малышей из республики, которые сейчас находятся на диализе. Четверо из них уже в листе ожидания. Рамиль Шайдуль, Владимир Гурьянов, Лисан Саидова, ТНВ, Казань.